Хоба! Привет, с вами доктор Влад. Ну чё, время подошло новости посмотреть. Да, я вот залез на Яха, и тут про Трампа много разговоров. Интересно, Трамп провёл кампанию на националистической платформе, которую он называет Америка прежде всего. Это я сразу перевод читаю. Америка first, да. Я что-то вспомнил, да. Вот Гитлер в своё время говорил, значит, Deutschland über alles. Тоже Америка над всем, да. То есть не Америка, а Германия над всем, прежде всего, да. Ну вот он, значит, Трамп говорил избирателям, что пришло время стряхнуть с себя традиционную внешнюю политику США, сделать решение внутренних проблем главным приоритетом. Тем не менее, никто не был подготовлен к тому, чтобы к подходу Трампа к иностранным отношениям вступать в схватки с союзниками, помните, он со всеми перелугался тоже, да. Обнимать Россию, объявлять через Твиттер резкий вывод американских войск из Сирии и грохотать ядерными мечами с северокорейским Кимом, да. Ну вот, действительно, Трамп занимается непонятно чем, даже для Америки непонятно чем. Ладно, что тут новости, а ну тоже Америка, да. Сейчас на всех, во всем Рунете грохочет. Правительство США сообщило о росте безработицы в стране. Ну, безработица, ну, появилось немножечко. Как появится такое? Вот меня тут спросили, связаны ли у нас в Америке цены, значит, на нефть с ценами на бензин. Да чётко связаны, но, может быть, не каждый день, да. Вот, ну, когда была нефть в цене, да, когда нефть была дорогая, бензин был дорогой. Сейчас нефть подешевела, у нас бензин, ну, 2 доллара где-то за галлон. Галлон это 3,85 литра. Ну, считайте сами, да. 2 доллара за галлон это доллар за, ну, 50 центов, 50-60 центов где-то за литр получается, да. Я что-то всё время, я вот в прошлом ролике там тоже немножко ошибся. А, неважно. Если найдёте ошибку, мне так потихонечку напишите. Вот, так, что тут ещё? Путин. А, Путин объявил о приостановке участия России в ДРСМД, да. Ну, правильно, Трамп объявил, Путин объявил, а куда ему деваться? Мы поступим следующим образом, наш ответ будет зеркальным. Ну, зеркальный, давай, зеркальте, зеркальте помаленьку. Президент России Владимир Путин потребовал больше не инициировать, ну, не начинать переговоры с США по разоружению. От кого он потребовал? От себя самого, что ли? Ну, он же всё переговоры-то ведёт, странно. Так, последний президент России, это звучит гордо, это Дмитрий Гудков издевается, да. У Путина на столе лежит бумажка, можем повторить в кавычках, в ней он регулярно ставит галочки. Повторить распад СССР на этот раз на примере России. Сегодня новая галочка, очередной шаг сделан. Путин вывел Россию из ДРСМД, да. Ой, ну, он объясняет, кстати, молодец, несмотря на дневное название, это очень простая штука. У России и США был договор не наращивать определённую систему вооружения. По мнению США, Россия его в последние годы нарушала. Россия говорила, что США тоже не без греха. Мы не военные аналитики, для нас не важно, для нас важно не то, какие на самом деле ракеты кто строил. Гораздо большее значение имеет другое. Путин, разорвавший договор, открыл новую гонку вооружений, не останавливаемую уже практически ничем. И остатки денег пойдут теперь не на масло, а на пушки. Вспомни СССР, та же история. В магазинах шаром покати, зато какие у нас баллистические ракеты. Только в итоге оказалось, что для существования страны колбаса почему-то важнее снарядов. Немного цифр. Военные расходы США в год 610 миллиардов долларов. Россия 66. Десять раз. При СССР соотношение было куда лучше, но тощий, все равно умер, пока толстый худел. А сейчас в 10 раз кто победит в гонке вооружений, а? Ну вот он говорит, поднажмите Владимир Владимирович, осталось еще совсем чуть-чуть. Ваше имя войдет в историю. Последний президент России, это звучит гордо. Внук Аллы Пугачевы попросил у фанатов финансовой помощи. Это сын Кристины Арбакайта и Владимира Плеснякова. Никита попросил фанатов оказать ему материальную поддержку для записи песни и съемок клипа. В обмен на это он пообещал каждому процент с продаж. Ну не знаю. Тут все его ругают. Вот он такой, внук присосавшийся к бюджету, Пугачевый. Он же не просто так просит вообще-то, говорят, да? Он обещает процент от продаж. Я не знаю, как на это реагировать. Ну вообще-то это бизнес в Америке, это нормально, а в России, ну пускай так. Корабли ВМФ, а, вооружили вызывающими галлюцинацию у врага системами. Я почему это еще раз говорю об этом, да? Потому что мне кто-то написал, у нас, говорит, телевизор вызывает галлюцинации. Ну правильно, я вот предложил, говорю, телевизор оставить по границе, и все будут галлюцинировать. Я сначала вообще прочитал не галлюцинации, а полюции. Так задумался, думаю, а зачем вызывать у врага полюции? Ладно, хорошо, вице-президент США призвал Мадуро не испытывать решимость Вашингтона. Ну, не испытывать терпения, да? Посмотрим, чем это закончится. Лишь бы люди не погибли. Для меня это главное. Улыбайтесь, Лея. Вот молодец, Александр Мельман. Вы знаете, про Ахиджакову. Лея Ахиджакова обиделся на Максима Галкина. За что? Всего лишь за пародию. Где двое в комнате, она и Путин. И оба под бессмертную музыку Сергея Никитина, «Москва слезам не верит». Говорят о жизни, о нашей собачьей жизни. Просто и на чистоту дико смешно. Лея Ахиджаковна на пародию не обижаются. Пародия может быть либо талантливой, либо ничтожной. Вот если бы она была именно ничтожной, тогда бы я вас понял. Ну, пародия хороша, черт возьми. Я ему верю вообще-то. Я сам не смотрел. Ну, вот он говорит, что... Знаете, что Лея Ахиджаковна... Улыбайтесь. Он вспоминает Григория Горина, да, ну, помните, из фильма, да, Мюнхгаузен. Я понял, в чем ваша беда. Вы слишком серьезны. Умное лицо – это еще не признак ума, господа. Все глупости на земле делаются именно с этим выражением лица. Улыбайтесь, господа, улыбайтесь. Концовка хорошая очень. Если человек умеет посмеяться над собой, он непобедим. Такого человека не задушишь, не убьешь. Не высмеешь, не обидишь. Смейтесь над собой, Лидия Ахиджаковна. Смейтесь. Вы же замечательно это делали во всех рязанских комедиях, где играли. Молодец. Хорошая статья. Так, всех под ружье. Ну, а, я вчера говорил, но я вот недопонял немножечко, да. Оказывается, вот помните, что Путин теперь придумал, придумал теперь интересную вещь, указ, который вместо военных факультетов и кафедр в вузах готовит военный учебный центр, вводит военный учебный центр. Вот. Значит, не хочешь служить, раньше как? Не хочешь служить, идешь в институт с военной кафедрой, прохлаждающейся там несколько лет, и билет офицера от запаса в кармане. Ну, вот у меня такое было, да. Мы месяц там проходили, подготовку после пятого курса, и все, я офицер запаса. Правда, меня потом призвали все равно на два года, но уже офицером. Теперь так не будет. Не хочешь солдатикам в армию с институтской скамьей шагать, заключаешь договор с военноучебным центром, а там из тебя воины настоящего делают, а после института контрактик подписываешь и в армию офицером. А не хочешь офицером, деньги за обучение верни. Вот понимаете, смысл в чем, да? Сейчас уже не откосишь от армии через институт. Вот такие дела. И причем оплата за это обучение, если ты расплатился, не гарантирует, что тебя в армию после института не призовут солдатам-срочникам. Ну, в общем, всех под ружье. Она, по-моему, так, кстати, и называется. Да, это серпом по телеграм-каналу. Кто-то мне здесь пишет. Опять. НАТО 6 февраля подпишет протокол о вступлении в Македонии в НАТО. Македония теперь в НАТО. Интересное дело. Ну, правильно? Что? Спасибо Путину за это, да? Потому что все стремятся сейчас в НАТО, чтобы защититься от России. Российские пограничники сдержали в Японском море рыболовецкое судно из Японии и оттащили его в находку. Вот так вот. Нарушение границы. Зря они с Японией-то ссорятся. Господи. Кубинские ученые сообщили, что на страну упал метеорит. Ну, надо же. Там какой-то взрыв был в атмосфере и потом на земле. Оказалось, это метеорит. Вот даже кусочки держит. Интересно. И смотрите. Новый архивный документ о гибели группы Дятлова. Нашли, значит, записку следователя, которая датирована 15 февраля 59-го года, что он выезжает для расследования дела о гибели группы Свердловск. А оказалось, что о гибели туристов стало известно позже. Это говорит о том, в кавычках, это говорит о том, что трупы были найдены заранее, еще до официальных поисков. О том, чтобы данное уголовное дело производилось, чтобы, еще в кавычки, в кавычках, чтобы легализовать найденные трупы. О как! Ну, интересно. Это подлинное записи уже подтвердилось. Ну, в общем, что-то там краят, и это все было засекречено страшно. Вообще, вся страна засекречена. Все. Все секретно. Ну, ладно, пока. Доктор Влад с вами. Чао. Доктор Влад с вами.